Всем привет, друзья, с вами Донни, сегодня мы играем в GTA 5, реальная жизнь. Итак, мы прилетели из Либерти Сити в Лос-Антос за поиском лучшей жизни. И у нас на руках, ребят, всего, всего 20 тысяч, ребят, всего 20 тысяч долларов у нас есть с собой, чтобы выжить в Лос-Антосе. Итак, первое, что бросается в глаза, это индикатор первичных потребностей, он находится справа от радара. Это потребность в еде, во сне и веселье, так можно сказать. Вот мы увидим то, что у нас слип, индикатор уже горит зеленым, значит, мы хотим спать. Видимо, Майкл утомился, пока летел из Либерти Сити. Итак, сейчас мы посмотрим на карту, и первым делом, что бросается в глаза, это огромное количество, просто огромное количество иконок. Все они что-то означают, и, честно говоря, в них можно запутаться. Итак, если мы нажмем на буковку, мы увидим, что у нас есть скрипт Джобс, и в нем отображается дегри, это степень, джоб, наша работа, значит, наша заработная плана, специальная лицензия. Дегри, это степень обучения наших. Итак, первым, что я думаю, нам нужно сделать, это либо купить автомобиль, посмотреть цены на дом, купить дом, да, я думаю, все-таки мы можем себе позволить, хотя я не уверен, и нужно получить разрешение на работу. Итак, первое, что я предлагаю сделать, это все-таки купить автомобиль, потому что находиться в Лос-Антосе без автомобиля, это просто невозможно, я думаю, но многие согласятся. Так, сейчас мы вызываем такси, вызываем такси и едем к автосалону. Так, ну что ж, отлично, наше такси приехало, так, мы наконец-то приехали, так, вот автосалон, автосалон Симона, если я не ошибаюсь, да, так, пойдем посмотрим цену на автомобиль, вот такую бы я себе взял. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...